Сегодня четверг, 17 августа. Именно вот в четверг 17 августа мне бы хотелось сказать о двух проблемах. Почему сегодня? Потому что сегодня церковь празднует память семи эфесских отроков. Это удивительное событие, удивительное празднество и очень актуальное, хотя, может быть, оно не отмечено особой торжественностью. В чем его смысл? Смысл в следующем. В III веке во время гонения императора Декия семеро воинов, молодых христиан, должны были быть казнены, но по промыслу Божьему они не были казнены и уснули таинственным сном в пещере, в которой скрывались некоторое время от гонений. И эта пещера была заложена до V века, до царствования императора Феодосия Младшего. А в царствовании императора Феодосия Младшего церковь была потрясаема лжеучением о том, что мертвые не воскресают. И вот, когда эти юноши были Богом, чудесным образом пробуждены от своего двухсотлетнего сна, и когда они явились градоначальнику, епископу, и в конце концов даже император стал свидетелем их явления, церковь однозначно восприняла это событие как свидетельство о будущем воскресении мертвых. Так вот, в церкви вообще были моменты, когда люди не верили в воскресение мертвых. Ну вот, в евангельские времена мы знаем, что саддуки не верили в воскресение мертвых. В первом послании к Коринфянам апостол Павел ранним христианам пишет о необходимости веры в воскресение мертвых и утверждает ее связь этой веры с верой в воскресение Христа. Он пишет, что если мертвые не воскресают, то ведь и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вообще вера тщетна. Так вот, сегодня, 17 августа в четверг, в очередной раз мне придется столкнуться, возможно, с такой проблемой, как неверие современных уже христиан в воскресении мертвых. Каждый четверг у нас в Калуге, в Духовном Престительском Центре Фавор проводятся беседы огласительные для родителей и крестных, которые собираются крестить детей. Или, может быть, взрослые люди сами хотят креститься, они тоже могут прийти на эти беседы. И вот очень часто, почти каждый четверг, когда мне нужно людям объяснить о страшном суде учения церкви и учения о том, что перед страшным судом произойдет воскресение мертвых, объяснить последние слова символа веры, чая в воскресение мертвых и жизни будущего века. Вот я встречаю недоумение со стороны людей, и если они искренне его выражают, то они обычно сомневаются, говорят, а как же это произойдет, мы себе представить этого не можем, где мы все поместимся, что это будет вообще. Вот, возможно, этим людьми руководит какое-то мировоззрение атеистическое отношение к жизни. Возможно, сейчас среди восточных вероучений, которыми люди часто заражены, такое вот отношение пропагандируется к телу как к чему-то недостойному вечной жизни. Вот христианство всегда было чуждом этого учения, чуждо, и оно всегда проповедовало о том, что в вечную жизнь человек войдет вместе с душой и с телом, и тело будет перед началом вечной жизни, перед тем, как люди войдут в Царствие Божие, восстановлено, полностью все тела всех людей, живших на земле от Адама, будут восстановлены и приведены Богом на суд. Так вот, сегодняшние будущие родители крестные часто этого не понимают. И на самом деле это важно понять, потому что само крещение, по сути дела, совершается в ожидании этих событий. И на основании того, что Христос воскрес и в будущем мертвый воскрес, мы крестим и наших младенцев, и взрослых людей тоже крестим. То есть само крещение основано на вере в воскресение, и более того, оно символику смерти и воскресения в себе также несет. Так вот, в этом нужно обязательно разобраться и утвердиться тем, кто хочет креститься сам, крестить своих детей, стать крестным. Это первое. Ну и второе, конечно, для любого прихожанина это важно, да, если люди впоследствии будут ходить в храм молиться, особенно если они будут ходить на всеночные бдения, воскресные, например. Часто очень люди его пропускают, к сожалению, современные прихожане. И поэтому, возможно, кстати, в связи с современных прихожан наших, да, которые даже исповедуются, причащаются, и как-то, может быть, в делах церкви принимают активное участие, тоже встречается такое же вот заблуждение. Начинаешь спрашивать людей, которые приходят на исповедь, готовятся к причастию, вот, о последних словах символа веры, как вы это понимаете, они говорят, да, вечно будет жить душа, а тела, да, тела так и останутся в могиле. Даже, то есть, непосредственно опираясь на текст символа веры, они его искажают в своем толковании, в своем объяснении. Это недопустимо, это неправильно. И вот сегодня память семейфельских отраков – это еще один, такой, может быть, неслышимый всеми протест церкви против этих весьма распространенных заблуждений. Вот я сегодня хотел обратиться ко всем, да, и прихожанам, и тем, кто готовится крестить своих детей, и вообще просто ходит в храм, заказывает в церкви молебны, ставят свечки, панихиды, заказывает поминовения, срокаусты. Ведь все это совершается в церкви только по вере в Христа воскресшего и только по вере в будущее наше воскресенье. Поэтому давайте будем жизнь свою, да, выстраивать вокруг этой веры. Давайте поставим этот догмат о воскресении, как он и должен стоять. И каждое воскресное всеночное бдение церковь это утверждает, читая нам слова Евангелия о воскресении Христа, читая нам, провозглашая, да, слова канонов и стихи рактоиха о воскресении Христа и будущем воскресении мертвых. Она эту веру утверждает, она ставит ее в центр нашей жизни. Давайте же не будем противиться этой вере церкви, давайте же будем слушаться, следовать ей. И исполнять в своей жизни все то, что Христос чему учил, что он заповедовал. Аминь.